прошлый раз мы закончили и так прошлый раз мы закончили тем чтобы была доказана следующая теорема то есть на отрезке минус 1 1 мы рассмотрели множество многочленов мы рассмотрели множество многочленов вида p nt от x равна x степени n плюс так далее то есть коэффициент при старшем члене равен единице и среди всех таких многочленов мы искали многочлен с минимальной нормой то есть мы искали многочлен q nt такой же да такой что q nt равно аргумент минимум по всем многочленам по всем многочленам такого вида x степени n плюс так далее ну здесь был максимум p nt от x x между минус 1 и 1 вот эту задачу мы решили и так решением эта задача является приведенный многочлен чебушева то есть это многочлен t nt с чертой от x равное 2 в степени единица минус n но тнт от x так что мы использовали при доказательстве вот основное свойство многочленов чебушева которые мы использовали при доказательстве вот у нас есть отрезок минус 11 минус 11 вот ну давайте вот так вот проведем вот это тоже будет вот это минус единица это единица и многочлен чебушева устроен то вот он колеблется между минимумом и максимум то есть каждый раз он достигает минимума и максимума и они все чередуются между собой ну и у него соответственно n корней вот единственное свойство которое использовалось при доказательстве и оказывается что это свойство оно является наиболее существенным для решения вот такого сорта мини-максных задач вот ну а теперь теперь перейдем к произвольному отрезку перейдем к произвольному отрезку то есть вместо отрезка минус 11 мы рассмотрим отрезок а b и среди многочленов среди многочленов в степени n со старшим членом с коэффициентом при старшем члене единица будем искать многочлен с минимальной нормой но ответ собственно говоря очевиден надо взять многочлен чебушева привести его к отрезку а b то есть от отрезка минус 11 линейной заменой перейти к отрезку а b ну и дальше его пронормировать чтобы коэффициент при старшем члене было равен единице то есть ответом будет что и так многочлен берем tnt так аргумент какой будет 2x минус а плюс b там у линейная замена линейная замена на б минус а давайте посмотрим то есть в точке в точке а это будет многочлен т в точке а у нас будет ап апу апу значит будет минус b минус b плюс а это будет минус единица и в точке б и в точке б у нас у нас будет единица то есть все нормально то есть вот этот многочлен он будет устроен точно так же как я точно то на отрезке а b он будет устроен вот точно таким же способом ну и давайте его пронормировали значит вот этот многочлен он как будет устроен 2 в степени единица минус n и аргумент надо возвести аргумент надо возвести в степень а плюс b делить на b минус а и аргумент надо возвести в степени n плюс плюс там что-то еще члены меньшего порядка и так если мы раскроем скобку то это будет устроено так равно 2 в степени 1 минус n на 2 в степени n на 2 в степени n и на b минус а в степени минус n таким ну на x степени n плюс так далее ну и дальше для того чтобы для того чтобы коэффициент при старшем числении было равен единице надо умножить просто на обратную величину надо умножить на обратную величину то есть мы получаем мы получаем многочлен который является решением нашей задачи это будет многочлен такой 2 в степени единица минус 2n так так извините тут тут конечно я был неправ тут n минус единица n минус единица то я уже на обратную стал рисовать n минус единица значит будет единица минус 2n а вот тут я правильно написал и на b минус а в степени n тнт от 2x минус а плюс б все это делить на b минус а вот это вот многочлен он является много он среди многочленов значит на и так на отрезке а б среди всех многочленов вида x степени n плюс так далее вот среди всех таких многочленов многочленом с минимальной нормой будет вот этот многочлен то есть многочлен чебышева приведенный к отрезку а б ну и умноженное на вот на на вполне конкретный коэффициент то есть на самом деле мы могли бы сделать что мы могли бы сразу выписать вот этот многочлен сразу выписать вот этот многочлен и сказать что вот он является решением задачи ну и дальше провести доказательства точно так же как мы это делали для отрезка минус 11 и так ну раз раз мы раз мы знаем что раз мы знаем многочлен который наименее уклоняется от нуля ну поскольку у нас норма это норма пространство c если мы знаем этот многочлен то мы у этого многочлена мы знаем просто все корни этого многочлена и оказывается что корни этого многочлена они будут являться узлами интерполяции они будут являться узлами интерполяции то есть вот этот многочлен он представим в виде x минус x 1 так далее x минус x n ну запишем это как произведение одночлена да так все корни будут принадлежать интервалу все корни x 1 x n принадлежат интервалу а б и мы эти корни можем выписать поскольку мы знаем все мы знаем все все корни многочлена чебышева а именно значит корень x житая у нас будет равен чему давайте посмотрим че 2x минус а плюс b делить на b минус а ну и запишем чему чему эти корни x житая у нас будет равен чему эти корни x житая у нас будет равен cos 2 жи минус 1 делить на 2 делить на 2n пи так правильно я пишу вроде бы все верно жи у нас же у нас меняется жи меняется от единицы до н жи меняется от единицы до н но отсюда мы имеем что их житая равно а плюс б а плюс б пополам и и плюс б минус а б минус а пополам на косинус 2 жи минус 1 делить на 2n пи так вот у нас значит мы нашли все корни этого многочлена и эти корни являются и эти корни являются узлами в каком-то смысле они являются оптимальными узлами интерполяции давайте посмотрим как эти корни будут устроены как эти корни будут устроены ну картинка будет картинка будет та же самая картинка для корней будет та же самая что ну и для многочлена чебышева в случае отрезка минус 11 то есть достаточно посмотреть это давайте нарисуем нарисуем картинку распределения нарисуем картинку распределения корней и так корни корни для многочлена корни многочлена чебышева на отрезке минус 11 это будет просто косинус 2 жи минус единица минус 2n пи вот ну что берем единичный круг даже это на круг похоже вот все вот нарисовали так теперь берем делим значит здесь надо что сделать единица на 2 на 2 н да вот единица на 2 н вот все ну и на пи я умножил да раз теперь длина дуги здесь вдвое больше будет значит раз два ну как-то вот так вот оно выглядит ну давайте смотреть вот косинус берем раз два ну и так далее и так ну вот из картинки просто видно что корни многочлена чебышева они устроены так что по краям отрезка они более кучно располагаются а в середине они реже расположены вот корни это вот как раз косинус и то есть но теперь перейдем собственно говоря кто и задача которую мы пытались решить перейдем кто и задача которую мы пытались решить а именно вот у нас есть погрешность у нас есть погрешность оценка погрешности и так норма f минус l nt ну давайте так c а.б. это у нас меньше равно норма f норма nt производной делить на n факториал и умножить на норму омега nt от x и так вот если мы будем менять узлы интерполяции то оказывается что вот при таких узлах интерполяции вот при этих узлах интерполяции норма омега nt будет минимальной будет минимальной и в этом случае мы будем иметь оценку то есть если вот это вот такое распределение узлов интерполяции называется чем чебышевским да чебышевское распределение узлов интерполяции и так если у нас есть чебышевское распределение узлов интерполяции чебышевское распределение то норму омега nt мы можем оценить и так в этом случае у нас будет иметь место оценка норма f минус l нт меньше равно нормы n той производной на n факториал а здесь будет стоять надо надо оценить максимум модуля вот этого многочлена да вот он омега нт он совпадает вот этот многочлен то есть это будет просто вот такой коэффициент а тн то не превосходит единиц и так будет 2 степени единица минус 2n на b минус а в степени n то есть это вполне конкретное число вот ну вот оказывается что вот эта оценка являя является наилучшей с точки зрения распределения узлов интерполяции ну и понятно что вот это неравенство она достигает своего равенства в случае когда f это многочлен степени n то есть если f это многочлен степени n то вот это неравенство ну просто переходит в равенство оно переходит в равенство ну и последнее что хотелось бы отметить вот в связи с интерполяцией но это оценка погрешности для интерполяции с кратными узлами и так вот у нас у нас значит было и так x1 . x1 в точке x1 заданы f от x1 f' от x1 ну и так далее в точке xn у нас пусть будут заданы f от xn f штрих от xn ну и так далее fm n минус 1 от xn и так нам надо построить интерполяционный многочлен ну интерполяционный это так l nt от x такой что l nt так n большое конечно l n большое так kt производная да от x в точке xj это равно fk t от xj то я жи точки меняются у нас же меняется от единицы до n маленького вот а к меняется соответственно ну в житой точке у нас задано mg в условии да к меняется от 0 до mg минус 1 все вот эту задачу мы решили мы решали ее как то есть мы размножили узлы интерполяции вот мы потом провели предельный переход то есть для для многочлена для многочлена с вот этими размноженными узлами да у нас была справедливо оценка вот вот такого сорта оценка ну переходя к пределу переходя к пределу мы просто будем мы мы получим следующую оценку и так имеет место оценка значит для интерполяции с кратными узлами норма f минус l я тут пишу специальное большое это означает что мы используем интерполяцию с кратными узлами и так пишем c а б это будет меньше или равно меньше или равно производная н большая делить на большой факториал и на норму и на норму многочлена какой будет многочлен многочлен будет x минус x 1 в степени m1 m1 так далее x минус x n в степени м м вот имеет место такая оценка вот ну конечно интересно посмотреть ну давайте посмотрим случай что будет если у нас всего один узел у нас всего один узел оказывается что в этом случае мы получим частичную сумму мы получим частичную сумму ряда тейлора то есть в каком-то смысле интерполяционным в каком-то смысле интерполяционный многочлен лагранжа является обобщением разложения в ряд тейлора только у нас не одна . а много точек ну вот собственно говоря ну первый такой с первым таким подразделом можно считать что это что мы закончили давайте будем двигаться дальше и так что же у нас есть мы решили задачу интерполяции то есть построили интерполяционный многочлен для него нашли оценку погрешности вот посмотрели интерполяцию с кратными узлами и так нашли оптимальное распределение узлов вопрос такой куда двигаться дальше ну по-видимому надо по видимому надо посмотреть вот мы рассматривали интерполяционный многочлен вопрос а почему интерполяционный многочлен может какие-то другие многочлены будут лучше чем интерполяционный многочлен лагранжа ну давайте поставим задачу это опять я обращаю внимание на постановку задачи и так задачу поставим в общем случае задачу сформулируем в общем случае и так предположим предположим что у нас есть банахово пространство б есть какой-то элемент этого банахово есть элемент f этого банахово пространство и есть какие-то элементы е1 так далее е н принадлежащие б которые являются линейно независимыми линейно независимы поставим задачу наилучшего приближения наилучшего приближения элемента f линейной комбинации элементов е житая это берем что f минус линейная комбинация здесь пишем c житая е житая g от единицы до n мы берем норму ну и давайте эту норму конечно пространство b и давайте эту норму будем минимизировать и так будем минимизировать по всем c1 и так далее cn будем эту норму минимизировать если минимум существует и он достигается на какой-то комбинации c1 коэффициентов c1 cn то этот элемент будем называть элементом наилучшего приближения наилучшего приближения f линейной комбинации и так вот если этот минимум существует то этот элемент который доставляет минимум вот этой нормы этой разности он называется элементом наилучшего приближения наилучшего приближения f линейной комбинации е1 е ну давайте докажем что и так докажем что элемент наилучшего приближения существует так так теорема элемент наилучшего приближения существует так ну так так ну доказательства давайте обратим внимание на обратим внимание на такой факт что если у нас если у нас c житые все очень большие да то по идее вот если модуль c житых начинает увеличиваться то вообще говоря есть подозрение что при очень больших приближать будет плохо то есть идея такая ну вот первое давайте рассмотрим функцию фи вот с чертой ну это не что иное как просто фи ну это просто сокращенная запись вот c1 и так далее cn да равно норме f минус линейная комбинация c житая е житая и так и так первое докажем что функция фи отца отце как как функция многих переменных является непрерывной то есть это функция непрерывно ну что ну доказательства ну просто в лоб будем доказывать будем просто в лоб фи отце штрих минус фи отце давайте я поставлю модуль да это будет равно чему пишем модуль здесь стоит у меня норма f минус сумма c житая штрих ежитая да минус норма f минус сумма c житая ежитая да по неравенству треугольника по неравенству треугольника это норма разности у нас будет меньше или равна чем разность норма че норм так разность норм будет меньше или равна чем норма разности вот так меньше или равно Норма разности, то есть f минус сжитая штрих ежитая надо отнять f минус плюс сумма сжитая ежитая. Значит будет меньше или равна, f уничтожается, будет сумма сжитая минус сжитая штрих. Ежитая, да, ж от единицы до n, это меньше равно, ну опять воспользуемся неравенством треугольника, но свойствами нормы это будет меньше равно сумма у ж от единицы до n, и здесь будет так, сжитая минус сжитая штрих на норму ежитая. Все, ну вот из этого неравенства следует, поскольку тут сумма конечная, из этого неравенства следует непрерывность функции φ. Из этого неравенства следует непрерывность функции φ. Итак, первое, мы доказали непрерывность. Второе, покажем, что все замечательно, то есть на самом деле, если нам удастся ограничиться компактом, если нам удастся доказать, что минимум функции φ достигается на компактном множестве, тогда, ну тогда, собственно говоря, все будет доказано, поскольку на компакте есть точка, в которой минимум достигается. Итак, покажем, что за пределами некоторого шара, покажем, что за пределами некоторого шара минимума быть не может. Итак, ну пусть, ну так давайте обозначим, обозначим, ну модуль С, ну пусть как стандартная эсклидовая метрика, да, С житая в квадрате, ну и тут одну, вторую поставим. Итак, пусть, пусть у нас модуль С с чертой будет больше или равен R, ну какого-то R. Я хочу вот подобрать вот это вот R, ну каким-то образом, и показать, что за пределами, за пределами шара радиуса R минимума функции φ быть не может. Ну что, давайте смотреть. Значит, что же. Итак, пусть у меня. Итак, что у меня будет в точке, ну когда модуль С равен нулю. Итак, модуль С равен нулю. Что в этом случае будет? То есть в точке 0, и так, в, так, при, значит, при, 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 при. Модуль С равен нулю, имеем φ от 0, 0, это будет просто равно норма F. Это просто будет равно норма F, то есть все С житая равны нулю. Ну, теперь давайте рассмотрим, пусть модуль С с чертой больше или равно R. Имеем норма F минус сумма С житых, С житая и Е житая. И давайте будем оценивать, это будет больше или, это больше или равно. Опять пользуемся неравенством треугольника. Это, это больше или равно. Так, сейчас, напишем вначале так. Равно, значит, норма, опять F минус. А тут сделаем так. Я поставлю здесь модуль С, вот так. А здесь у меня будет сумма по Ж, от единицы до Н, С житая, делить на модуль С с чертой, Е житая. Итак, норма разности, у меня больше или равна разности норм. Сейчас записываю. Это будет больше или равно модуль С, а то у меня будет модуль С с чертой, да, на норму суммы С житая на модуль С, Е житая, минус, минус норма F. Дальше будет больше, да, дальше будет больше, равно, сюда я ставлю просто, ну, вот этот модуль, вот этот модуль я уменьшаю, да, длину с С чертой я ставлю, меньшее значение будет, R на норму С житая на модуль С, Д, Е житая, минус норма F. Так, ну и далее. Значит, коэффициенты, вот эти вот коэффициенты, которые стоят при Е житых, они пробегают единичную сферу, они пробегают единичную сферу в н-мерном пространстве, то есть это компакт. Е житые, это линейно независимые элементы, Е житые линейно независимы, поэтому существует минимум, поэтому существует минимум, который не равен нулю. минимум существует, и он равен какому-то мю, ну, неравному, какому-то значению мю, неравному нулю. Таким образом, это будет больше или равно R большое умножить на мю минус норма F. Ну, R большой я пока никак не выбрал, но давайте я его выберу так, чтобы это было больше или равно, чем две нормы F. Ну, почему две? Ну, можно три поставить, четыре, неважно. Главное, главное... Я теперь разумею. Главное, чтобы... А можете пояснить еще раз, на счет мю? Так, а что именно? Ну, а как мы получаем мю? Каким образом сейчас? Почему оно? Это рассуждение, почему оно получается? Ну, вот смотрите, у нас что здесь стоит? Вот у нас здесь стоит линейная комбинация, да? Это линейная комбинация альфа ИТ на ЕИТ, да? И от единицы до Н. И сумма альфа ИТ в квадрате равна единице. Да. Значит, я ищу минимум. Поскольку ЕИТ линейно-независимы, поскольку ЕИТ линейно-независимы, то минимум нормы, вот я беру норму, и на единичной сфере начинаю искать минимум. Этот минимум, ну, во-первых, вот эта функция, она непрерывна, да? Вот эта функция, она просто непрерывна. Но это мы доказали на самом деле вот здесь. Ну, Ф берем равное нулю, ну и получаем, что вот эта вот функция, она является непрерывной по альфа ИТ им. Ищем минимум. Минимум. Ищем минимум по сфере. По сфере, конечно. Да. Поскольку все они будут на сфере, то так альфа ИТ и все. Да-да-да. Таким образом, мы получаем, что эта норма не происходит, минимум по сфере функция f взятая от альфа ИТ. Да-да. И поскольку элементы линейно-независимы, то этот минимум не может быть равен нулю. Иначе мы получаем противоречие, что существует точка на единичной сфере, где линейная комбинация вот такая, обращается в ноль. В первой линике? Да. Ну вот, собственно, и все. Ну, отсюда можно найти вот это R, да? Ну, отсюда следует, что надо брать R. R выбираем больше или равное 3 нормы f делить на мю. Вот так. Все. Ну, а теперь я вернусь назад. То есть я не знал, как выбирать R, а теперь я знаю. Я говорю, что вот такое R существует, да? Вот я R возьму больше или равное 3 нормы, 3 нормы f делить на мю. Вот. И оказывается, что за пределами, за пределами шара, за пределами шара радиуса R минимум у меня существовать не может. потому что я, ну, я, ну вот, функцию fi, за пределами шара, я ее оценил снизу. И она у меня получилась, что она за пределами этого шара больше или равна, чем две нормы f. А если я возьму просто нули, ну, вообще ничего делать не буду, я возьму все нули. у меня уже есть, то есть оказывается, что внутри шара у меня значение будет меньше, чем вне шара. Ну, то есть минимум достигается в шаре. Минимум достигается в шаре. Радиуса, внутри шара радиуса R. Ну, а шар является компактным. Вектор f не может быть нулевым? Простите. Вектор f не может быть сразу нулевым? Просто если он нулевой, то от рассуждения не проходит. Есть ли f равно нулю? Ну, а что 0? Ну, 0 мы не должны приближать, 0 приближается нулем. 0 есть 0. Нам же интересно, чтобы... А, хорошо. Да. Итак, ну, собственно говоря, все. Итак, у нас есть непрерывная функция. У нас есть непрерывная функция φ. У нас есть компакт. Это шара радиуса R. Большое. И внутри этого компакта достигается, ну, достигается минимум. Известно, что минимум непрерывной функции на компакте, он существует. Это означает, что элемент наилучшего приближения существует. То есть, теорема доказана. Теорема доказана. Итак, ну, дальше что? Дальше встает вопрос про единственность. А про единственность мы ничего сказать не можем. Это отдельный вопрос, который подлежит исследованию в каждом конкретном случае. То есть, надо накладывать еще какие-то условия на пространство. А оказывается, что, ну, не везде, не везде существует, не во всех случаях теорема единственности выполняется. Мы доказали существование. Ну, давайте рассмотрим примеры. Ну, с чего начнем? Начнем с тривиального примера, который вы уже разбирали. И вполне возможно, что не один раз. И на линейной алгебре, и на анализе. Вот. Это, ну, случай Гильбертово пространства. Итак, пусть у нас есть Гильбертово пространство. Гильбертово пространство H. Ну, и все то же самое. Есть элемент F, есть линейно-независимые элементы E1, E1. Вот. И, ну, Гильбертово пространство, на самом деле, это, ну, это самый элементарный случай, потому что, ну, это то, что нас окружает. Это привычная нам метрика. Вот. Ну, то, что есть. Итак, смотрим. Ну, и в Гильбертовом пространстве есть понятие скалярного произведения. Ну, и, соответственно, есть, ну, если есть скалярное произведение, то есть понятие угла. Что такое угол? Вот. Итак, смотрим. Вот нам надо норма F минус линейная комбинация уже от единицы до вен. С житая, Е житая. Возведем в квадрат, чтобы функционал был нормальный, да, выпуклый. Так, это будет равно, ну, просто описываем, это будет так, но это будет равно норма F в квадрате, да, минус, я сразу выписываю то, что получается, минус 2, сумму выносим за знак скалярного произведения, G от единицы до N, здесь будет C житая, F на е житая, да, и плюс, плюс, норма, сумма, C житая, Е житая, в квадрате. Так, ну, это надо минимизировать. Ну, как, функцию многих переменных надо минимизировать. Это квадратичный, это квадратичный многочлен. Значит, что надо сделать? Ну, надо взять производную и приравнять к нулю. И так, что получится? Берем, берем производную, берем производную, по C житому, и так, берем, значит, D по D, D, C житая, вот нормы F минус сумма C житая, Е житая, в квадрате. Это будет равно, это будет равно, ну, тут по C житому взяли, будет минус, минус 2, минус 2, F на Е житая, да, а здесь, смотрите, вот что здесь стоит? Это просто скалярное произведение, сумма, C и Т, Е и Т, да, на сумму, С житая, Е житая. Ну, это будет равно, ну, просто пользуемся свойствами скалярного произведения, сумма, по И и по Ж, С, С и Т, С житая, и скалярное произведение, Е и Т на Е житая. Е и Т на Е житая. Ну, дифференцируем по С житому, С житая у нас входит сюда два раза, то есть по И оно входит при И равном жи, ну, и по Жи, при Жи равном жи, вот, то есть получается плюс 2, плюс 2, сумма по И от единицы до Н, С и Т на Е и Т, Е житая. Ну, и приравниваем к нулю, получаем систему линейных алгебраических уравнений с матрицей, с матрицей А и Житая, коэффициенты, которые А и Житая, равны Е и Т на Е житая. У этой матрицы есть специальное название, это матрица грамма, обозначим ее буквой Ж большое, вот, и известно, что у матрицы грамма определитель отличен от нуля. Ну, доказательства этого факта тривиальные, а именно, ну, давайте рассмотрим элемент, линейную комбинацию, сумма СЖИТА ЕЖИТА, да, Жи от единицы до Н. Итак, берем норму, берем норму, эта норма, значит, в квадрате, ну, значит, модуль СЖИТА, модуль С не равен нулю, он отличен от нуля. Значит, берем скалярное произведение, у нас что будет? Это будет как раз сумма СИТА, СЖИТА на ЕИТА, ЕЖИТА, по И, и по ЖИ, так, это, эта сумма должна быть не равна, эта сумма не равна нулю, поскольку элементы Е1, ЕН являются линейно независимыми, вот, ну, а вот это все, значит, можно записать, как матрица грамма на ЕИТА, примененное так, это матрица грамма, примененное, вот это все будет просто равно матрица грамма, примененное вот к этому вектору, так, ну, давайте как-то его обозначим, да, этот вектор, ну, пусть будет А, А на А, вот и все, ну, и это просто будет больше нуля, если А отлично от нуля, ну, это, ну, стандартная такая вещь, на которой, я его просто повторил еще раз, вот, итак, что мы получаем, АК, ну, элемент наилучшего приближения существует, и оказывается, что в случае Гильбертова пространства он является единственным, обратите внимание на следующий факт, если система, вот, Е1, ЕН является ортогональной, итак, если система, ну, ЕИ-то является ортогональной, то у нас, то у нас вообще все, все будет хорошо, то есть, матрица Ж, матрица грамма, тогда будет диагональной, матрица грамма будет диагональной, то есть, вот, ЕИ-то на ЕЖ-то, это просто будет равно нулю, то есть, ЕИ-то на ЕЖ-то равно нулю, если и не равно Ж. если есть возможность использовать ортогональный базис, то надо его использовать. так, итак, для случая Гильберта пространства, ну, собственно говоря, тут никаких проблем нет, вот, теперь давайте перейдем, теперь давайте перейдем к случаю, давайте перейдем к случаю пространства С, итак, пусть у нас есть пространство функции С, А, В, то есть, пространство непрерывных функций на отрезке, А, В, вот, задача формулируется следующим образом, есть непрерывная функция, то есть, Ф принадлежащая С, на А, В, и есть какие-то элементы, и есть какие-то элементы, ну, Ж1 от Х, и так далее, Ж, Н от Х, тоже принадлежащие этому пространству, значит, С, А, В, и мы хотим, так, Ф минус линейная комбинация, уже от единицы до Н, С житая, Е житая, смотрим, минимум нормы разности по С житым, норма берется в пространстве, норма берется в пространстве С, из общей теоремы, из общей теоремы следует, что минимум существует, из общей теоремы следует, что минимум существует, и вот этот, так, и вот, так, извините, вот тут Ж житая, конечно, надо написать, но мы будем рассматривать конкретный случай, а именно, нас будет интересовать случай приближения многочленами, приближения многочленами, то есть, мы будем рассматривать, в случае норма F минус P N, где P N, где P N, многочлен степени N, ищем минимум по С, так, ну, в данном случае будет, что, G1 равно там единице, G2 это X, ну, и так далее, да, G N плюс 1 равно X степени N, X степени N, да, ну, берем линейную комбинацию, получаем все многочлены, и так, ищется минимум, ищется минимум по всем, по всем многочленам, такой многочлен существует, обозначимую через Q N 0, он называется многочлен, наилучшего, так, наилучшего равномерного приближения, наилучшего понятна, поскольку он доставляет минимум, он доставляет минимум, минимум нормы разности, равномерное, ну, это относится к метрике, то есть мы используем равномерную метрику, ну, приближение, понятно, что нормы разности, вот, и так, этот многочлен существует, ну, а теперь давайте будем изучать его свойства, будем изучать свойства этого многочлена, теорема, вот, оказывается, есть такая замечательная теорема, есть такая замечательная теорема, я ее сформулирую, а доказывать мы ее будем, ну, доказывать мы ее будем, скажем так, какое-то время, я не уверен, что сегодня я успею все сделать, но тем не менее, часть мы сделаем, и так, и так, теорема, теорема Чебышева, оба, так, она называется, так, Чебышева, оба, альтернансия, альтернансия, о, все, то есть, это такое стандартное название, ну, общеупотребительное во всем мире, вот, теорема гласит так, для того, чтобы, для того, чтобы многочлен, и так, многочлен QN0, это многочлен наилучшего равномерного приближения, тогда и только тогда, когда существует N плюс 2, N плюс 2, N плюс 2, N плюс 2 точки, точки, ну, я их обозначу так, X, X0, так далее, X, N плюс 1, предлежащие отрезку АВ, такие, что, разность, разность, F от X и T, минус QN0 от X и T, будет равно, ну, какой-то альфа, да, минус 1 в степени I, а здесь будет стоять норма, равности F минус QN0, ну, нормы имеются в виду, это равномерная, равномерная норма, альфа, альфа равно единица или минус единица, и так, существует N плюс 2 точки, ну, вот если мы посмотрим внимательно, вот, то, что здесь записано, что это означает, это означает, что разность F минус QN0, минус многочленное лучшего приближения, она себя ведет следующим образом, вот есть максимум, есть минимум, да, ну, вот это вот, вот это вот ось X, и она как-то вот так вот себя ведет, ну, вот я так условно нарисовал, это разность, это график F от X минус QN0 от X, и таких вот, таких вот точек должно быть на отрезке AB, точек экстремума, таких точек должно быть не менее, чем N плюс 2, ну, я так чуть-чуть поговорю о том, как Чебышев дошел до такой жизни, вот, потому что, ну, на самом деле, ну, значит, надо вспомнить, в какое время, в какое время он жил, собственно говоря, я считаю, вот, я считаю, что по большому счету, математика в России началась именно с Чебышева, то есть до Чебышева были отдельные, до Чебышева были, конечно, отдельные люди, был гениальный математик, это Леонард Эйлер, который работал в Петербурге, причем, ну, у Эйлера не было учеников, вот он работал сам, его в свое время, значит, императрица, по-моему, Елизавета пригласила работать, казна была пуста, то есть денег у России не было, чтобы платить, вот, Эйлер потребовал себе огромную зарплату, и более того, он потребовал, чтобы всех его многочисленных родственников тоже взяли на государственную службу в России, ну, и понятно, с приличными зарплатами, вот, и, значит, российское государство пошло на эти условия, вот, то есть, Эйлер, он придумал, ну, Эйлер вообще был, конечно, гениальный математик, вот, он очень много всего сделал, но у него не было учеников, а вот у Чебышева ученики были, ну, вот, достаточно назвать, там, Ляпунова, вот, кто там был, Ляпунов, Марков, Золотарев, ну, и там еще несколько человек, собственно говоря, с Чебышева началась российская, ну, российская, потом советская школа, это теория функций действительного переменного, где были получены выдающиеся результаты, вот, ну, ну, надо вспомнить время, какое это было время, значит, России, ну, причем, Чебышева ставил свой след, не только в теории функции действительного переменного, он оставил свой след в вычислительной математике, в теории вероятности неравенства Чебышева, все знают, вот, ну, и так далее, вот, самая первая работа была, его посвящена оптимизации, оптимизации выкройки, вот, ну, вот, как делать оптимальные выкройки, вот, есть рулон ткани, и требуется разместить, и требуется разместить выкройки, таким образом, чтобы в отходы шло, как можно меньше, ну, вот, его работа, она заняла, там, первое место на французской выставке, ну, как оно называется, достижений народного капиталистического хозяйства, вот, то есть, ну, вот, Чебышев занимался многими прикладными вещами, в основном, это было связано, конечно, с кораблестроением, ну, поскольку мы, мы потерпели поражение в Крымской войне, там, 56-го года, ну, и надо было срочно перевооружаться, ну, и надо было рассчитывать, ну, потерпели поражение, в основном, из-за того, что у нас был флот парусный, в то время, как у коалиции там, Франции, Англии и прочее, у них уже были пароходы, вот, надо, надо было срочно строить корабли, производить, производить расчеты, чтобы корабль не переворачивался, грубо говоря, ну, Чебышев занимался там проблемами устойчивости, первая буква О, устойчивости кораблей, ну, надо было считать интегралы, вот, вот он придумал там свои знаменитые квадратурные формулы, вот, ну, вот, к задачам оптимизации, вот, относится вот эта задача, ну, смотрите, вот, я хочу, я попытаюсь объяснить, вот, как Чебышев рассуждал, вот, ну, предположим, нам функцию Ф надо приблизить к многочленам, берем, вот, норму разности, берем норму, берем разность, вот, разность как-то себя ведет, да, вот, пусть она ведет себя, ну, как-то так вот, вот, если у нас есть тут максимум, да, а тут вот, то, можно сделать что, ну, можно попытаться, можно попытаться, как-то, ну, сначала вниз этот график, чуть-чуть сместить, да, вот, если мы до, если мы до минимума не достаем, да, ну, вот, есть максимум, есть минимум, есть максимум, есть минимум, то есть, понятно, что максимум и минимум должны по модулю совпадать и иметь разные знаки, вот такая ситуация, ну, предположим, вот, я условно нарисовал такой график, вот, у нас, у нас здесь есть какие-то корни, у нас здесь есть какие-то корни, ну, вот, я беру, я смотрю, вот здесь у меня максимум, если вот эта точка максимума, вот точка минимума, ну здесь вроде на этом отрезочке все нормально, а вот здесь у меня, здесь вообще говоря, вот эта точка, но она не несет в общем-то никакой информации, вот у меня рост есть, я могу сделать что, я вот могу вот этот корень попытаться сместить вот сюда, вот сюда чуть-чуть, ну с тем чтобы у меня вот этот максимум поднялся, вот этот максимум поднялся, но зато вот этот минимум, он тоже пойдет наверх, вот сюда, ну опять вот эта точка, да я ее возьму просто, вот этот корень я смещу влево, при этом у меня, ну наверное вот это вот опустится чуть-чуть, да, ну вот это тоже опустится, то есть смысл такой, я могу как-то корни вот двигать, ну и при этом в конце концов я приду, вот оптимальный случай у меня будет, когда минимум и максимум совпадают, и все время достает, вот если у меня ситуация такая, что здесь где-то не достает, то оказывается я могу коэффициент уменьшить так, что все максимумы и все минимумы, они по модулю уменьшатся, а вот тут вот увеличится в этой точке, вот здесь, ну вот такого сорта рассуждения были, ну как только вы рисуете, как только вы рисуете вот такой вот график какой-то, да, как только до вас доходит, что надо, чтобы разность имела вот такой вид, ну дальше уже есть над чем думать, ну и вот Чебышев сформулировал вот свою знаменитую теорему, ну давайте будем ее доказывать, давайте будем ее доказывать, ну вначале докажем, итак, вначале мы докажем лему, с которой все начинают, итак, можно уточнить, мы приближаем многочленами степени n или n плюс 1? n, 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 то есть n это степень многочлена, конечно там степень свобода n плюс 1, но n плюс 1 коэффициент, вот. Ну да, ну да, ну мне просто так удобнее писать, ну n проще писать, чем n минус 1. Итак, обозначим, обозначим e nt от f, это просто норма разности, норма разности функций и многочлена наилучшего равномерного приближения. Ну и докажем следующую лему, ну она элементарная совсем, лему вале пуссена, ну это тоже общепринятое название. Итак, пусть существует многочлен какой-то p nt от x, такой, что и существует, значит существует многочлен, и существует n плюс 2 точки, x0 меньше x1, xn плюс 1, это точки принадлежащие, принадлежащие отрезку АВ, такие, что при переходе от точки к точке, то есть знак, давайте так я напишу, знак, такие, что знак, минус единица в степени i на f от x и t минус p n от x и t, это константа, да? То есть при переходе от точки к точке, то есть при переходе от точки к точке, разность меняет знак. Таких точек у нас n плюс 2, тогда оказывается, что имеет место оценка. Е nt от f больше или равно, тут пишем мю, ну, которое равно минимум, из f от x и t минус p n от x и t, о и. Так, ну, доказательства, в общем-то, элементарные. Итак, ну, вспоминаем, все эти результаты относятся к 1800 какому-то году. Какой основной математический прием тогда использовался? Доказательства противного. Все. Итак, предположим, что это не так. Итак, предположим, что это не так. То есть, е nt от f, это равно норма разности f минус qn 0, это будет строго меньше, чем мю, не равное нулю. Ну, если мю равно нулю, то и доказывать нечего, да, тогда неравенство выполняется. Вот, то есть, мю рассматриваем в случае мю, не равное нулю. Ну, что, рассмотрим разность qn 0 от x минус pn от x. Это многочлен степени n. Рассматриваем разность в точках. Итак, qn 0 от x и t минус pn от x и t. Ну, прибавим, прибавим и вычтем f от x. Это будет равно f от x и t минус pn от x и t, значит, минус, ну, скобочку поставлю на всякий случай, f от x и t минус qn 0 от x и t. Скобку закрыл. Итак, вот эта вот величина, она по модулю больше или равна, чем... Так, вот эта величина, она по модулю больше или равна мю, да, а вот эта величина, она будет по модулю меньше мю. Значит, знак разности КОН0-ПН от х-ит, будет определяться знаком первого слагаемого. Но первое слагаемое у нас n плюс 2 раза меняет знак на отрезке АВ, меняет n плюс 2 раза знак. Значит, существует, поскольку функция непрерывная, то существует n плюс 1 корень. То есть что? У многочлена степени n существует n плюс 1 корень, то есть это может быть только тождественный ноль по основной теории миалагебры. То есть получили противоречие. Но это доказывает Лему. Так, к доказательству теоремы мы приступим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok